Введение штатного расписания в программе «1 из зарплата» и управление персоналом 8, редакция 3. Введение штатного расписания в программе позволяет принимать и переводить сотрудников, выбирая должность из списка, характерного для выбранного подразделения, в соответствии с действующим штатным расписанием. При приеме и переводе сотрудников автоматически формировать список начислений и их размер, соответствующий выбранному должности в выбранном подразделении, в соответствии с действующим штатным расписанием, с возможностью корректировки. При оформлении кадровых приказов контролировать их соответствие штатному расписанию. Проводить анализ соответствия фактической штатной расстановки штатному расписанию. Помимо должности, описывать место работы разрядом, категорией этой должности. Для подразделения определить, сформировано ли оно или расформировано. Для должности, включена ли она в штатное расписание или уже исключена. Благодаря этому можно видеть только актуальные подразделения и должности в соответствующих списках. Сформировать для печати унифицированную форму Т3 и другие печатные формы. Если штатное расписание в организации не ведется в программе, то при приеме и переводе сотрудников необходимо полностью описывать место и условия их работы. Помимо выбора подразделения, необходимо выбирать должность из всего списка должностей. Вручную назначать начисления, относящиеся к этой должности в этом подразделении и их размер. Если впоследствии будет принято решение составлять штатное расписание в программе, то программа позволит перейти на его ведение. Штатное расписание сформируется автоматически по текущей расстановке сотрудников. Может лишь потребоваться внести в него некоторые коррективы, ввести вакантные позиции. Настройка штатного расписания. Введение штатного расписания в программе настраивается при начальной настройке программы с помощью одноименного помощника. Если начальная настройка программы была завершена раньше или вовсе не была произведена, или возникла необходимость изменить настройки кадрового учета и штатного расписания, это следует сделать в разделе настройка. Кадровый учет. Первое. Флажок используется работа по неполной ставке используется для возможности предусматривать в штатном расписании неполные штатные единицы, составлять графики неполного рабочего времени и оформлять кадровые документы, приказы, в отношении сотрудников, работающих на подобных условиях. Второе. Настройка штатного расписания производится при нажатии на одноименную ссылку в открывшейся форме настройка штатного расписания. Флажок «Ведется штатное расписание» устанавливается для возможности ведения штатного расписания по организациям. Флажок «Автоматическая проверка кадровых документов на соответствие штатному расписанию» служит, чтобы при регистрации кадровых документов выполнялась проверка на соответствие их штатному расписанию, наличие в штатном расписании свободных штатных единиц, соответствие размера тарифной ставки, назначаемой сотруднику, размеру начисления, указанному для позиции штатного расписания. Флажок «Ведется история изменений штатного расписания» устанавливается для хранения истории изменения штатного расписания, оформления приказов об изменении штатного расписания. Если ведется история изменений штатного расписания, то все данные о позициях штатного расписания вводятся с помощью документов, утверждения штатного расписания и изменения штатного расписания. Если флажок не устанавливать, то история изменений штатного расписания вестись не будет, и сведения о его позициях будут заноситься непосредственно в справочник штатное расписание. Флажок используется вилка окладов, и надбавок устанавливается для возможности указания размера оклада, и надбавок в виде диапазона значений, минимальный и максимальный размер, при описании позиций штатного расписания. Флажок в позиции штатного расписания используются разряды и категории используется, если при описании позиции штатного расписания следует указывать не только должность, специальность, профессию, но и разряд профессии или категорию должности. Например, не придется заводить должности, токарь шестого разряда, токарь пятого разряда, а только одну, токарь, и уточнить разряды при описании позиций. Способ отражения надбавок в печатной форме штатного расписания, Т3, настраивается в одноименном разделе путем выбора одного из предоставленных вариантов, месячный размер в рублях, тариф, процент, коэффициент и так далее или месячный размер и тариф, процент, коэффициент. Флажок использовать бронирование позиций используется для возможности бронирования позиций штатного расписания и количества занимаемых ставок перед оформлением приема на работу или кадрового перевода. Оформленные брони будут отображаться в отчете штатная расстановка. Причем количество дней, по истечении которых забронированные позиции, будут выделены в отчете красным цветом, можно указать в одноименном поле. Третье. Кнопка «Применить» и «Закрыть». Ввод изменения штатного расписания. Штатное расписание в программе представляется в виде набора, списка, позиций и хранится в справочнике «Штатное расписание», раздел «Главное», «Штатное расписание» или раздел «Кадры», «Штатное расписание». Под позицией понимается строка штатного расписания, конкретная должность в конкретном подразделения организации с определенными условиями труда, с указанием предусмотренного количества штатных единиц. Имеется возможность уточнять позицию разрядом, категорией, дополнительно к должности. Когда в программе ведется штатное расписание, то в различных кадровых приказах, приемах, переводах и так далее, должность выбирается не из всего списка должностей, а из списка позиций выбранного подразделения. При этом документы автоматически заполняются в соответствии с условиями, заданными для выбранной позиции. Однако эти условия можно изменить непосредственно в кадровом приказе. При регистрации кадрового приказа можно проверить, соответствует ли он действующему штатному расписанию. Тем не менее, зарегистрировать приказ можно, даже если на данный момент он расписанию не соответствует. В последующем возникающие расхождения можно анализировать с помощью отчета соблюдения штатного расписания. Штатное расписание в организации может изменяться. Открываются новые позиции, закрываются действующие, меняются условия труда для действующих позиций. В программе в связи с этим можно утверждать и закрывать позиции, а также хранить историю их изменения. Порядок работы со штатным расписанием зависит от того, установлен или снят флажок ведется история изменений штатного расписания в форме настройки штатного расписания. Если история изменений штатного расписания не ведется, флажок ведется история изменений штатного расписания снят. Новые позиции добавляются непосредственно в справочник штатное расписание. Изменения условий труда для позиции штатного расписания отражаются с помощью редактирования в карточке позиции, при этом сведения о ранее действующих условиях не сохраняются. Закрытие позиции отмечается непосредственно в ее карточке. Если в программе ведется штатное расписание с сохранением истории его изменений, флажок «Ведется история изменений штатного расписания установлен. Штатное расписание изменяется специальными документами утверждения штатного расписания и изменения штатного расписания. С их помощью вводятся новые позиции, редактируются и закрываются существующие. Ввод позиции непосредственно в штатное расписание, редактирование условий труда и закрытие позиции непосредственно из ее карточки невозможны. Все изменения штатного расписания сохраняются, благодаря чему можно, например, сформировать отчеты по прошлым версиям штатного расписания. Можно вернуться к старой версии штатного расписания, просто отменив регистрацию, проведение, документов, которыми в него внесены изменения. Можно произвести в организации индексацию заработка на штатном расписании с помощью документа изменения штатного расписания по кнопке «Заполнить показатели». Обратите внимание. Начиная с версии 3.1.10 занятость ставок штатного расписания регистрируется теперь также документами назначения подработки и совмещения должностей. Занятые ставки подразделяются теперь на «Постоянно» и «Временно занятые». Ставка считается временно занятой, если зарегистрирован прием, перевод, подработка или совмещение на определенный срок. Если прием, перевод, совмещение или подработка регистрируются без указания срока, дата в поле понезаполнена, то ставка считается занятой постоянной. Ввод изменения штатного расписания без сохранения истории. Введение штатного расписания в программе без сохранения истории производится, если в форме настройки штатного расписания, раздел «Настройка», «Кадровый учет», ссылка «Настройка штатного расписания», снят флажок «Ведется история изменений штатного расписания». Перед началом заполнения штатного расписания необходимо заполнить справочники подразделения, раздел «Кадры», подразделения и должности, раздел «Кадры», должности. Сведения о позициях штатного расписания вводятся и редактируются непосредственно в справочнике «Штатное расписание», раздел «Кадры», «Штатное расписание». Для ввода позиции штатного расписания нажмите на кнопку «Создать», в результате откроется форма «Карточка позиция штатного расписания» для описания позиции штатного расписания. Заполнение полей формы смотрите на примере создания новой штатной единицы. Если доведение штатного расписания в программе в организацию были приняты сотрудники, то в справочнике штатное расписание по выбранной организации, и если в информационной базе зарегистрировано более одной организации, в табличной части отображаются наименования позиций, подразделения, должности, количество штатных единиц и дата утверждения. Все данные соответствуют приказам о приеме на работу. Для каждой позиции имеется возможность отредактировать, например, количество ставок, состав начислений и другое, или закрыть, установив флажок «Закрыто» и больше не используется. Для утверждения штатного расписания ввода необходимо в справочнике «Штатное расписание» войти в каждую позицию, в поле «Позиция утверждена установить флажок» и указать дату ввода позиции в штатное расписание согласно приказа об утверждении штатного расписания. Если штатное расписание в программе ведется без сохранения истории, то в карточке подразделения появляется возможность указать, что подразделение уже сформировано, с указанием даты его формирования и включения его в штатное расписание, или что оно уже не используется. С указанием даты расформирования. В карточке должности указывается, что должность введена в штатное расписание или исключена из него и больше не используется. Это позволяет не отображать в соответствующих списках неиспользуемые в настоящий момент подразделения и должности, что облегчает работу со списками, поиск и выбор в них требуемых строк. В списке позиций штатного расписания предусмотрен отбор актуальных позиций с возможностью просмотра еще не утвержденных, когда установлен флажок показывать неутвержденные позиции, внизу формы, а также уже закрытых позиций штатного расписания, когда установлен флажок показывать закрытые позиции. Также можно настроить произвольные отборы по кнопке «Еще». Настроить список или добавить колонки с количеством свободных и занятых штатных единиц, которые по умолчанию не отражаются в списке, по кнопке «Еще». Изменить форму. Создание новой штатной единицы. Если работа в одном и том же подразделении организации на одной и той же должности одного разряда, категории, может выполняться на разных условиях, то в штатном расписании можно описать разные соответствующие позиции. Подразделения, должность и разряд, категория, в них будут одинаковые, а условия труда разные. Если же одинаковых должностей в одном подразделении предусмотрено несколько, но условия труда при работе на них не отличаются, то они могут быть описаны одной позицией с указанием количества штатных единиц. Пример. С 1 июля 2024 года в О. Управление строительством в подразделении руководства вводится одна новая штатная единица по должности водитель четвертого разряда. В справочнике «Штатное расписание», раздел «Кадры», «Штатное расписание» нажмите на кнопку «Создать». При этом откроется карточка «Позиция штатного расписания», в которой 1. Поле «Организация» заполняется по умолчанию. 2. В поле «Подразделение» выберите необходимое подразделение из справочника «Подразделение», раздел «Кадры». Подразделение, куда необходимо добавить штатную позицию. 3. В поле «Должность» выберите из справочника «Должности», раздел «Кадры». «Должности», «Должность», для которой создается штатная позиция. 4. Флажок «Позиция» утверждена, устанавливается автоматически. Укажите дату ввода позиции в штатное расписание согласно приказу об утверждении штатного расписания. 5. Флажок «Закрыто» и больше не используется, устанавливается, когда необходимо закрыть штатную позицию. 6. В поле «График работы» укажите график, в соответствии с которым будет осуществляться работа по данной позиции штатного расписания. 6. Значение выберите из справочника «Графики работы сотрудников», раздел «Настройка». Графики работы сотрудников. Указанное значение будет подставляться по умолчанию при выборе в соответствующем кадровом документе позиции, которую занимает физическое лицо при приеме на работу. 7. Имеется возможность изменить значение позиции. По умолчанию график подставляется из карточки выбранного подразделения, либо организации, если значение для подразделения не задано. 7. В поле «Количество единиц» укажите требуемое количество штатных единиц. Можно указать нецелое количество штатных единиц, например, 0. 5. Если в настройках кадрового учета установлен флажок «Используется работа по неполной ставке». В нашем примере указано количество штатных единиц, 1. 8. Поле «Наименование» автоматически формируется на основании сведений о позиции по схеме «Должность», «Разряд», «Категория», «Слэш», «Подразделение». Дополняется «Разрядом», «Категории» только в том случае, если в настройках штатного расписания указано их использование. При необходимости наименование можно изменить. Используется для удобства выбора позиции при работе с программой. 9. При формировании печатных форм текст может быть сформирован так, что в нем необходимо использовать наименование позиции штатного расписания в различных падежах. Для этой возможности добавлена ссылка «Склонение», нажав на которую можно посмотреть, как программа предлагает просклонять. Если предлагаемой программой результат не устраивает, то его можно изменить вручную. Автоматическое склонение наименования позиции можно выполнить с помощью специализированного интернет-сервиса Morpher.ru непосредственно из программы. Использование сервиса включается в разделе «Администрирование», «Интернет-поддержка и сервисы», «Склонение представлений объектов». 10. На закладке «Оплата труда». Если в настройках штатного расписания, раздел «Настройка», «Кадровый учет». Ссылка «Настройка штатного расписания», «Выбранное использование в нем разрядов и категорий», «Установлен флажок в позиции штатного расписания используются разряды и категории», то в карточке «Позиции дополнительно к должности» появляется возможность указать разряд, категорию. А если в настройках расчета зарплаты, раздел «Настройка», «Расчет зарплаты», «Выбранное использование тарифных групп», «Установлен флажок используются тарифные группы», то для позиции можно указать тарифную группу, в рамках которой устанавливается размер тарифа для разряда, категории, который соответствует этому разряду. Это позволяет более детально описывать позиции штатного расписания, не дублируя должности. Поле «Тарифная группа» заполняется автоматически значением, указанным для должности, однако для позиций их можно изменить, выбрав тарифную группу из справочника «Тарифные группы», раздел «Настройка». Тарифные группы. Поле «Разряд», категория, заполняется значением из перечня, предусмотренного для выбранной тарифной группы, если в настройках расчета зарплаты выбрано использование тарифных групп. В противном случае в поле «Разряд», категория, выберите разряд из справочника «Квалификационные разряды», категории, раздел «Настройка». Квалификационные разряды, категории, который присвоен этой должности. По умолчанию в справочнике восемь разрядов, при необходимости их количество можно увеличить. Выбранные значения не влияют на оплату труда сотрудника, занимающего эту позицию, а используются лишь в отчетах по штатному расписанию и применяются в кадровых документах при оформлении сотрудников на данную позицию. По кнопке «Добавить» укажите вид и размеры начислений, предусмотренных в организации для сотрудников, занимающих данную позицию штатного расписания. Если в настройках штатного расписания, раздел «Настройка». Кадровый учет. Ссылка «Настройка» штатного расписания, установлен флажок «Используется», «Вилка», «Окладов» и «Надбавок», то для каждого вида начисления можно задать минимальные и максимальные размеры показателей, в противном случае задается конкретный размер показателей для данного вида начисления. По начислениям с известными показателями рассчитывается плановый размер фонда оплаты труда по позиции. Результаты такого предварительного расчета можно скорректировать, при этом редактируется не общий размер фонда оплаты труда, а предварительный результат расчета конкретного начисления. Фонд оплаты труда позиции используется при формировании отчетов по штатному расписанию, а также может использоваться при назначении сотруднику доплаты за совмещение профессий, должностей. Если в карточке организации или подразделения указано, что применяется районный коэффициент или северная надбавка, а в карточке должности установлена выплата надбавки за вредность, то их вклад в фонд оплаты труда редактируется в отдельных полях, а не в таблице с начислениями. 11. На закладке «Дополнительно». В разделе «Бухгалтерский учет» в поле «Счет» субконта укажите способ отражения зарплаты для данной позиции штатного расписания. Трудовую функцию можно указать в соответствующем поле. По умолчанию она заполняется по данным должности, указанной для этой позиции, поле доступно для редактирования и при необходимости может быть уточнена и отличаться от той, что указано в должности. В поле «Условия приема на работу» характер работы можно указать текст, который используется как дополнение к условиям приема в документе «Прием на работу» для печатной формы приказа о приеме. В поле «Краткое описание» можно указать произвольный комментарий, который будет выводиться в аналитических отчетах по штатному расписанию. Если в «Учетной политике организации» раздел «Настройка», «Организации», «Закладка «Учетная политика» и другие настройки». Ссылка «Учетная политика», «Установлены флажки есть сотрудники с правом досрочного выхода на пенсию и применяются результаты специальной оценки условий труда», то для позиции штатного расписания становится доступна возможность указать класс условий труда по результатам специальной оценки в разделе «Спецоценка условий труда» и все другие условия, влияющие на расчет дополнительных страховых взносов и формирование стажа в разделе «Досрочная пенсия». Таким образом, полностью исключена необходимость дублировать одинаковые, по наименованию должности, работы на которых выполняется в разных условиях. По умолчанию все эти условия в позиции заполняются согласно должности. Однако их можно изменить или очистить совсем. Если условия в позиции не указаны, то они будут считаться незаданными независимо от того, что указано для должности. Характер выполняемых работ и первичные документы заполняются вручную в соответствующих полях и отражаются затем в отчете ЕФС1 подраздел 1.2. В табличной части укажите сведения о правах на отпуска, возникающих при работе на данной позиции. По умолчанию указывается вид отпуска, основной, количество дней, 28. Обратите внимание, окончательное право на отпуск определяется согласно данным, указанным именно в кадровых документах. Возможность указать число дней в позиции штатного расписания реализована лишь для более удобного оформления приказов. Двенадцатое. Кнопка «Записать и закрыть». Отчеты по штатному расписанию. После ввода и утверждения штатного расписания, через выбор на кнопке «Печать» можно сформировать следующие формы и аналитические отчеты в разделе «Кадры». Кадровые отчеты. Раздел «Штатное расписание», отчеты строятся только по действующим позициям, то есть утвержденным и не закрытым на дату его формирования. Первое. Отчет «Штатное расписание» Т3. Это унифицированная форма штатного расписания, утвержденное постановлением Кскомстата России от 5 января 2004 года номер 1. В настройках штатного расписания, раздел «Настройка», «Кадровый учет», ссылка «Настройка штатного расписания» имеется возможность выбрать способ отражения надбавок в печатной форме этого отчета в рублях или в процентах, коэффициентах и тому подобное сведение об ответственных лицах в области подписи заполняются автоматически, если они указаны в карточке организации. Поле «Номер документа» и «Дата составления» заполняются автоматически только в том случае, если форма подготавливается из документа утверждения штатного расписания. Второе. Отчет «Анализ штатного расписания» «Штатная расстановка». Это аналитический отчет по позициям штатного расписания. Показывает, сколько всего ставок запланировано и сколько фактически занято. Также показывает, какой фод предусмотрен штатным расписанием и какой его объем фактически использован. В качестве использованного фод выступает плановый фод по фактически занятым позициям, независимо от того, какой фод предусмотрен плановыми начислениями сотрудника, занимающего эту позицию. Третье. Отчет «Начисление позиций штатного расписания». Это аналитический отчет по начислениям позиций штатного расписания. В первой таблице отчета отражается вклад начислений в месячный фонд оплаты труда в рублях по всем ставкам позиций. Во второй таблице показываются исходные значения тарифных ставок и других показателей, процентов, коэффициентов и тому подобное. Четвертое. Отчет «Соблюдение штатного расписания». Он показывает, сколько всего ставок запланировано и сколько фактически занято, как в разрезе позиций, подразделений и должностей, так и в разрезе только должностей. Автоматически формируется комментарий, например, «Превышена штатная численность». Перерасход ставок отражается красным цветом в колонке отклонения. Пятое. Отчет «Штатное расписание на подпись». Имеет произвольную форму штатного расписания. Показывает, сколько всего ставок запланировано, какой фонд оплаты труда предусмотрен. Представляет как в разрезе позиций, подразделений и должностей, так и в разрезе только должностей. Колонка «Описание» заполняется из поля «Краткое описание карточки позиции». В настройках отчета имеется возможность указать руководителя, исполнителя отчета и соответствующие реквизиты будут выведены соответственно в шапке и в подвале отчета. Шестое. Отчет «Оклады, надбавки и фонд оплаты по штатному расписанию». Представляет штатное расписание в виде таблицы, в строках которой перечислены позиции с указанием количества ставок, а в колонках отражен месячный фонд оплаты труда по одной ставке каждой позиции, а также составляющие этот фонд показатели. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...